Лучшие мысли человечества Путь в тысячу миль начинается с одного шага Конфуции. «Деятельность — единственный путь к знанию» — Бернард Шоу. «Повторять чужие слова не значит еще понять их смысл» — Джелалидин Руми. «Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений» — Джеймс Лоуэлл. «Читать не размышляя — все равно, что есть и не переваривать» — Эдмунд Берг. «Если человек не умеет размышлять, то даже если он прочтет гору книг, он заслуживает лишь, чтобы его называли книжным шкафом Сью-Си-Эмом». «Можно дать совет, но нельзя дать разума им воспользоваться» — Франсуа Деларошфуко. «Мудр не тот, кто знает многое, а тот, кто знает нужное» — Эсхил. «Человек, которому кажется, будто он очень ясно излагает свои мысли, не всегда бывает понятен другим, потому что он идет от мысли к словам, а слушатель — от слов к мысли». Николай Шамфар. «Дураков меньше, чем думают, просто люди не понимают друг друга». Люк доволен арк. «Конфуцианцы и буддисты спорят друг с другом, потому что конфуцианцы не читают буддийских книг, а буддисты не читают конфуцианских книг. И те, и другие судят о том, чего они не знают» — Чень Цзыжу. «Заблуждаются не потому, что не знают, а потому что думают, что знают» — Жан-Жак Руссо. «Судьба — не случайность, а предмет выбора. Ее не ожидают, а завоевывают» — Уильям Брайан. «Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею» — Томас Фуллер. «В своих бедствиях люди склонны винить судьбу, богов и все, что угодно, но только не себя самих» — Платон. «Глупо строить планы на всю жизнь, не будучи господином даже завтрашнего дня» — Сенека. «День — это маленькая жизнь» — Максим Горький. «Не все ли равно, если твоя жизнь будет продолжаться 300 или даже 3000 лет? Ведь живешь только в настоящем мгновении, и кто бы ты ни был, утрачиваешь только настоящий миг. Нельзя отнять ни нашего прошлого, потому что его уже нет, ни будущего, потому что мы его еще не имеем» — Марк Аврелий. «Есть люди столь скупые, как если бы они собирались жить вечнее, и столь расточительные, как если бы собирались умереть завтра» — Аристотель. «Жизнь — это то, что происходит с нами, пока мы строим планы на будущее» — Василий Головачев. «Собственно говоря, лишь очень немногие живут в настоящем. Большинство готовится жить позднее» — Джонатан Свифт. «Те, которые упускают настоящее, не пользуясь им, а стремлениями и надеждами живут только в будущем, похожи на тех ослов в Италии, ход которых ускоряют тем, что на привязанной к их голове палке вешают у них перед носом связку сена, и они все надеются до нее добраться» — Артур Шопенгауэр. «Большинство людей откладывают на завтра то, что надо было сделать позавчера» — Эбенизер Хоу. «Вы говорите, время идет. Безумцы, это вы проходите. Талмуд». «Человек, который осмеливается потратить в пустую час времени, еще не осознал цену жизни» — Чарльз Дарвин. «Имей в виду, что любой день может оказаться для тебя последним» — Гораций. «Удивительно устроен человек. Он огорчается, когда теряет богатство и равнодушен к тому, что безвозвратно уходят дни его жизни» — Абуль Фарадж. «Берегите время. Это ткань, из которой сделана жизнь» — Сэмуэл Ричардсон. «Время укрепляет дружбу, но ослабляет любовь» — Жан Лабрюер. «Любовь — это соревнование между мужчиной и женщиной за то, чтобы доставить другому как можно больше счастья» — Стендаль. «Любовь одна, но подделок под нее — тысячи» — Франсуа Делла Рошуко. «Любить — значит перестать сравнивать» — Бернар Грассе. «Разлука ослабляет легкое увлечение, но усиливает большую страсть, подобно тому, как ветер гасит свечу, но раздувает пожар» — Франсуа Делла Рошуко. «Когда прекрасные женские глаза затуманиваются слезами, видеть перестает мужчина» — Мишель Турнье. «Разбойники требуют кошелек или жизнь» — «И то, и другое» — Сэмэл Баттлер. «Ревность всегда смотрит в подзорную трубу, делающую маленькие предметы большими, карликов — гигантами, подозрения — истинами» — Мигель де Сервантес. «Ревнивец сомневается на самом деле в себе самом. Анарэ де Бальзак». «Дружба между мужчиной и женщиной очень ослабевает при наступлении ночи» — Отто фон Бисмарк. «Легче подавить первое желание, чем утолить все, что следует за ним» — Бенджамин Франклин. «Минутное удовольствие часто бывает причиной долгих страданий» — Кристоф Виланд. «Люди плачут над вымыслами поэтов, а на подлинные страдания взирают спокойно и равнодушно» — «Поэм так, словно существует нечто еще более ценное» — Антуан де Сент-Экзюбери. «Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет» — Блэс Паскаль. «Пессимист видит трудности при каждой возможности. Оптимист в каждой трудности видит возможности» — Уинстон Черчилль. «Правду, как и драгоценность, не нужно приукрашивать, но ее следует располагать так, чтобы она была видна в выгодном освещении» — Джордж Сантояна. «Есть люди, которые гордятся силою своих желаний, а не силою власти над желаниями» — Лев Толстой. «Большинство людей работает большую часть времени, чтобы жить, и незначительное свободное время, остающееся у них, настолько тревожит их, что они всеми способами стараются избавиться от него» — Яган Гёте. «90% наших переживаний касается того, что в итоге никогда не случится» — выходным. «Выходным мы называем положение, выход из которого нам не нравится» — Станислав Ежелец. «Войско баранов, возглавляемое Львом, всегда одержит победу над войском Львов, возглавляемых бараном» — Наполеон Бонапарт. «Трусы становятся смелыми, если замечают, что их боятся» — Фернандо де Рохас. «Думайте, что вы способны на то или иное свершение, или думайте, что не способны, в любом случае вы окажетесь правы» — Генри Форд. «У ребёнка своё особое умение видеть, думать и чувствовать. Нет ничего глупее, чем пытаться подменить у него это умение нашим» — Жан-Жак Руссо. «Каждый ребёнок — художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста». Пабло Пикассо. «Для глупца общество других глупцов несравненно приятнее общество всех великих умов вместе взятых» — Артур Шопенгауэр. «Вероятностные знания — вот предел человеческого понимания» — Цицерон. «Кто пустым делам придает важность, тот в важных делах окажется пустым человеком». «Котон старший». «Книги читай, однако помни. Книга книгой, а своим мозгом двигай» — Максим Горький. «Гений есть терпение мысли, сосредоточенной в определенном направлении» — Исаак Ньютон. «Ссылаться на дурные поступки других — это умываться грязью» — Жан Петисан. «С точки зрения молодости, жизнь есть бесконечно долгое будущее. С точки зрения старости, очень короткое прошлое» — Артур Шопенгауэр. «Кто рассчитывает обеспечить себе здоровье, пребывая в линии, тот поступает так же глупо, как и человек, думающий молчанием усовершенствовать свой голос» — Плутарх. «Если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда заболеешь» — Гораций. «Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения» — Анджела Мосса. «Люди обыкновенно не столько наслаждаются тем, что им дано, сколько горюют о том, чего им не дано» — Виссарион Белинский. «Я убежден в том, что слабая голова, обладая вспомогательными преимуществами и упражняя их, может перещеголять самую лучшую, подобно тому, как ребенок может провести по линейке линию лучше, чем величайший мастер от руки» — Готфрид Лейбниц. «Вам никогда не удастся создать мудрецов, если будете убивать в детях шалунов» — «находится перед Гималаями библиотек в положении золотоискателя, которому надо отыскать крупинки золота в массе песка» — Сергей Вавилов. «Нет таких наслаждений, которые не теряли бы этого названия, когда они достаются легко и во множестве» — «Искусство быть мудрым состоит в умении знать, на что не следует обращать внимание» — Уильям Джеймс. «Вернейший способ быть обманутым — это считать себя умнее других» — Франсуа Деларошуко. «Как тяжесть собственного тела носишь, не замечая его веса и чувствуешь каждую постороннюю тяжесть, так не замечаешь и собственных порогов и недостатков, а видишь только чужие» — Артур Шопенгауэ. «Для каждого человека — ближний зеркало, из которого смотрят на него его собственные пороки. Но человек поступает при этом как собака, которая лает на зеркало, думая, что видит там не себя, а другую собаку» — Артур Шопенгауэр. «Юношей человек собирается построить мост на Луну или храм до небес. Однако, состарившись, он часто строит лишь деревянный сарай» — Генри Торо. «Гениальность» — это всего-навсего непривычный взгляд на вещи Уильям Джеймс. «Нежными словами и добротой можно на волоске вести слона Саади. Видя чужие пороки, умный избавляется от своих публисирований». «Лучше страшный конец, чем бесконечный страх» — Фридрих Шиллер. «Большое препятствие для счастья» — это ожидание слишком большого счастья.